Добрый вечер, дорогие друзья! 38-й урок у нас сегодня, и мы начинаем, начнем по традиции с вопросов на интервью. Самый популярный вопрос, пожалуй, задача, которую могут вас попросить сделать на интервью, это перевернуть все слова в предложение. К этому вы должны быть готовы, и это вы должны уметь выполнять. На Ruby эта задача делается, во-первых, просто, во-вторых, существует множество способов эту задачу сделать. И один из способов я сейчас вам покажу. Как же нам перевернуть строку? Допустим, есть какая-то строка. Нам нужно ее перевернуть. Самое простое это разбить эту строку, сделать из нее массив. Как сделать массив из строки? Существует специальный метод split, который мы с вами уже рассматривали. Вызывается он вот так. То есть мы можем его даже вывести на экран, что получается в итоге, если вот здесь поставим inspect. То есть у нас получится обычный массив. И нам этот массив нужно будет перевернуть. Как же его перевернуть? Перевернуть очень просто. У массива существует метод reverse. Он массив переворачивает. Что у нас получается? Ну, вроде все нормально. Ну и дальше нам нужно этот массив снова объединить в строку. Снова объединить в строку. Это join. Символ, с помощью которого разделительный символ у нас будет, это пробел. То есть если здесь указать пустую строчку, у нас все будет просто слитно. Поэтому указываем пробел. Ну и здесь уже inspect не нужен. Так как join превращает массив в строку. И у нас получится такая вот простенькая программка. Ну, в принципе, существует еще множество способов это сделать. Если вас попросят это сделать, вы можете сделать вот этим способом, самым простым. Но здесь есть нюансы. Дело в том, что каждую программу можно написать по-разному. Можно написать ее, во-первых, другим способом. Можно ее немного улучшить. Можно написать тесты. И так далее, и так далее. И вообще, очень много различных вариантов. Поэтому, как мы даже видим на этом примере, здесь есть запятые, здесь есть точки в этом предложении. Вам нужно, ну, как бы, по-хорошему уточнить, что имеется в виду. То есть, каким образом перевернуть строку, что делать с запятыми, что делать с точками, оставить их на месте или не оставить. Потом, какой будет разделительный символ, пробел, табуляция или что-то еще. То есть, по-хорошему, надо бы задать уточняющие вопросы. А не просто так вот написать, как я написал. И уже в зависимости от уточняющих вопросов, что-то делать. И каждый ответ на этот уточняющий вопрос, это будет определенный тест, юнит-тест. Юнит-тесты с вами мы еще не проходили. Ну, у Rails у нас создается для них автоматическая заглушка, но мы их не использовали. Да, попросить нормальное задание. Кстати, еще такой вопрос, раз уж мы заговорили о его тестировании, вас могут попросить следующее. Скажут, например, как протестировать аппарат с Coca-Cola или как протестировать карандаш. Неважно, что вас там спросят. Если вы начинаете сразу говорить, как протестировать аппарат с Coca-Cola, значит, вы уже говорите неправильно. Если вы говорите, нужно попробовать засунуть туда деньги и так далее, и так далее. Вы должны спросить требования, уточнить требования. Что вы собираетесь делать с карандашом? Что вы собираетесь делать с аппаратом Coca-Cola? Может быть, аппарат Coca-Cola требуется для того, чтобы придерживать, скажем, дверь, чтобы ее никто не открыл. А вы будете тратить деньги компании на то, чтобы тестировать функциональность, которая совсем не нужна. Поэтому спрашивайте требования. Что имеется в виду? Ну, как бы, желательно спрашивать требования всегда. Но я иногда не спрашиваю. Иногда мне что-то дают задание. Если я вижу, что компания какая-то, ну, такая не очень, то я и хочу поскорее от них отвертеться, то я сразу решаю, и как бы дальше, будь что будет. Так что, уточняйте требования. Еще один тест, который существует, может быть, некоторые знают про него, может быть, не знают, называется «Физбаз». Пишется так. «Физбаз». Если ввести в гугле «Физбаз», то ссылочка откроется. Вот в Википедии есть «Физбаз тест». Звучит он так. Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. Для тех чисел, которые делятся на 3 без остатка, напишите «Физ». Для чисел, которые делятся на 5 без остатка, напишите «Баз». Для чисел, которые одновременно делятся на 3 и на 5 без остатка, напишите «Физбаз». Ну и остальные, чтобы просто писались. То есть, вывод должен быть вот таким. Например, единица, двойка, тройка, пишем «Физ». Четверка, пятерка, пишем «Баз». Шестерка «Физ», потому что делится на 3. Девятка «Физ» делится на 3. Десятка «Баз», потому что делится на 5. Двенадцать делится на 3. Дальше пятнадцать «Физбаз». То есть, пятнадцать делится на 3 и на 5. Вот, и так далее, и так далее. То есть, нужно написать такую программу. Вот если у нас сегодня время останется, то эту программку мы напишем. Если не останется, то я вам дам ее на дом. Существует множество вариантов решения, но хотя бы какой-нибудь у вас должен быть. Здесь говорится, кстати, что 99,5 процентов программистов не могут с этой задачей справиться. Так что перед тем, как куда-то идти и убедить, что вы в эти 99,5 процентов не попадаете. Так, и мы, пожалуй, едем дальше. Вспомним нашу тему. Мы изучаем Rails, и домашнее задание было сделать раздел «Контактс», и чтобы можно было оставлять сообщения, указывать e-mail, указывать месседж, и чтобы эти сообщения записывались куда-то там в базу данных. Тут я уже пробовал делать, поэтому я сейчас все сброшу. так, старт ангит. Вернусь к нашему блогу, и напоминаю для тех, кто к нам сегодня присоединился. адрес sample блок git clone можете склонировать. Так, тут у нас можно делать discard all. Отлично. Открыть supply и можно его перезапустить. Так, тут что-то. Итак, начинаем. давайте запустим сервер start Rails сервер команды, которая запускает сервер на порту 3000. И открываем нашу страницу. localhost 3000 1000. Rails говорит, что у нас не настроен главный маршрут, но в принципе мы его и не настраивали. Что у нас есть пока это контроллер home index. Мы начали создавать контроллер articles, то есть список статей на этом блоге. немножко его в сторонку отложим. И я так понял, что по комментариям этот articles немножко сложновато был. Поэтому давайте сейчас возьмем попроще и сделаем страничку, которая будет называться contacts. contacts и на ней потренируемся. Заодно и посмотрим, как это работает. С чего же нам начать делать эту страницу contacts? во-первых, давайте да, эта команда называется scaffold, но если вы создадите, то все равно там нужно будет смотреть и понимать, что создано. поэтому для начала лучше самому создать, а потом уже этой командой. Итак, самая простая страница contacts. Начинаем с того, что мы создаем новый контроллер. Новый контроллер создать просто. Мы пишем контроллер, прошу прощения, g контроллер и, например, contacts. Я просто пишу contacts, чтобы у меня был создан пустой контроллер. Команда выполняется. контроллер. мы ускорим. Надо было мне сразу про это рассказать. Так. Появился у нас контроллер. Я зашел в папку app, потом папка controllers контроллер. И у меня появился контроллер, который называется contacts контроллер. Этот контроллер пустой. То есть мы к нему не можем даже обратиться. Мы не можем пройти ни сюда, ни туда. То есть здесь ничего нет. Чтобы обратиться к нему, нам нужно добавить какой-то экшен в этот контроллер. Ну давайте я все буду делать в supply. Contacts контроллер. Здесь можно сделать какой-то экшен написать dev index например написать end и ну нет маршрута. Маршрут указывается в файле ну даже если мы посмотрим запустим команду rake roads маршрут указывается а ну здесь кстати и выводится на этой странице то же самое эта команда нам сейчас выведет список маршрутов то есть у нас пока не прописан маршрут все маршруты прописываются в файле roads .rb если в сенаторе мы сразу в нашей программе указывали маршрут какой url обрабатывать то здесь для этого в rails существует roads rb ну и и можно написать вот так по аналогии но вы пока не пишите вот это это я вам для демонстрации мы сейчас это все равно удалим вот у нас маршрут появился то есть сейчас у нас совсем другая ошибка которая заключается в том представление нам нужно добавить представление вот сюда вот во views и contacts то есть в эту папку но мы этого делать не будем давайте сейчас удалим и сделаем немножко иначе это я удалил уже так надо делать все соблайн и тут я удаляю вот у нас снова ничего нет давайте добавим правильный маршрут но прежде чем его добавим мы определимся что у нас вообще будет в этом контроллере и что нам нужно нам нужно две вещи первая вещь это получение страницы то есть получение страницы сервера второе отправка данных что значит получение страницы получение страницы мы просто будем сервера получать страницу которая будет содержать в себе форму текстовые поля будем от страницы получать отправка данных значит мы будем эту страницу отправлять точнее не страницу а вот эти текстовые поля которые мы заполним то есть у нас там будет два поля мы их будем отправлять на наш сервер то есть у нас получается должно быть два метода два метода ну это и тип запроса который мы будем использовать для получения страницы get для отправки страницы пост точнее для отправки вот этих значений все у нас получается два метода вот согласно паттерну rest а в rails он используется ну скажем так практически всегда в 95 где-то процентах случаев согласно паттерну rest название методов у нас должно быть а тут а тут тут а а тут сейчас я покажу как это все будет выглядеть на все правильно кто сказал не креет выглядит это вот так для получения страницы мы этот метод объявляем для создания для приема параметров на сервере из создания какой-то сущности в базе данных мы объявляем вот этот метод в принципе этого достаточно но у нас опять не прописаны маршрутов если мы пойдем в наш конфиг то мы вот здесь наших маршрутов не увидим вот у нас здесь есть resources articles нам нужно как-то добавить rest для нашей для нашей новой сущности которая будет называться ну контакт контакт здесь есть есть такое ключевое слово вот здесь кстати если чуть ниже посмотреть можно встретить здесь везде идет resources но есть ключевое слово которое называется просто единственном числе resource разницу между resources и resource я объясню в конце урока мы потом сравним две таблички но пока пишем просто так и тут мы пишем contacts страница будет называться contacts и по rest по паттерну rest у нас в этом случае должно быть шесть там различных методов new create edit там еще будет update delete и так далее и так далее но нам мы не хотим наши контакты не редактировать не удалять и так далее и так далее мы хотим чтобы у нас было только получение страницы с формой и отправка данных где мы будем записывать в базу то есть согласитесь что было бы глупо если бы мы на странице контактов позволяли пользователю редактировать то что он отправил все нам сообщение отправил а он может его еще и редактировать и удалять ну как бы так никто не делает отправил и отправил нам нужна вот простая функциональность поэтому нам нужны только два метода new и create чтобы эти два метода оставить существует специальный синтаксис в принципе дальше ресурс это просто определенный метод он принимает символ который в нашем случае контекст а дальше идет просто хэш хэш он ли это ключ этого хэша а значение этого хэша массив символами методов которые мы хотим оставить то есть мы пишем такую строчку рейк раутс мы увидим что у нас получилось так и можем наверное протестировать это в браузере давайте давайте сейчас эта команда завершится смотрите в наших маршрутах появилось contacts вот этот url ну в скобочках мы не берем это что в скобочках contacts и contacts new и contacts slash new метод у него get и он перенаправляет нам на contacts на функцию new да а вот этот url если мы сделаем по нему пост то есть если отправим данные по этому url он будет перенаправлять нам на контроллер contacts на функцию create с помощью пост ну в принципе все понятно давайте как я вам уже говорил мы начинаем работать с contacts new ну то есть там где самого основного где мы передаем сначала страницу там с формой вот и всегда вы будете начинать так как мы начинали с article с нее здесь у нас contacts new этот new он практически у вас будет всегда и с него мы начнем работать давайте для начала откроем в браузере этот contacts new contacts slash new вот отлично у нас нет пока никакого шаблона давайте добавим шаблон и тогда мы сможем сделать commit вспоминаем куда добавляются шаблоны ну во первых в сенаторе у нас было apprb здесь у нас каталог app поэтому шаблон наш будет в каталоге папка views то есть представление и здесь contacts вот она у меня уже открыто я здесь жму новый файл здесь я пишу что-нибудь там например contact us и сохраняю страницу как new . . . . . . . . так все успевают за мной сохранить здесь у нас есть если мы посмотрим articles у нас тоже там есть new html и . 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 Попробуем. Обновим нашу страницу. Отлично. То есть у нас с вами большой прогресс случился. Мы смело можем делать commit. Когда мы создавали, обратите внимание, когда мы создавали контроллер contacts, у нас также было добавлено несколько файлов. Это javascript файлы, потом стили. Сегодня я тоже про них немножко расскажу, где они лежат, хелперы различные и так далее. Вот тут мы обновили только roads, то что нас касается, и new, html, и rb, ну и context controller тоже. То есть наши здесь как бы три файла, а остальное автоматически добавилось. Надо было commit, конечно, сделать. Ну, ладно. Сделаем так. Напишем and contacts controller and uhtml и rb view. Делаем commit. И изменение уходит на сервер. В принципе, пока ничего сложного. Пока мы вывели страницу. Так. Что же нам делать дальше? Ну, я вообще предлагаю дальше создать модель. Потому что мы создадим модели и дальше уже определимся с формой, какие там у нас поля будут. А вы вспомните, как создавать модель. Создаем модель. Генератор у нас model называется rails gmodel. Вот у меня тут есть, я создавал генератор model. Модель будет называться contact и будет содержать она в себе два атрибута, два свойства, как еще говорят. Email с типом string и message с типом текст. Вот эту строчку я вам скопирую в скайп. И мы поехали. Сейчас мы увидим, что у нас было создано. Отлично. Команда отработала и смотрим. ActiveRecord у нас создал миграцию и сам файл модели. И создался unit test. Давайте посмотрим и то, и другое. Итак, миграция у нас появилась в файле create contacts. Ну, это то, что мы раньше писали ручками в сенатре. Так, и у нас появилась сама модель. Сама модель находится в папке app и в под папке models. Ну, выглядит она вот так пока. То есть, здесь ничего нет. Давайте сейчас запустим эту миграцию. Введем rake.db.migrate. Я ввожу rake.db.migrate. Миграция запускается и у нас что-то table contacts already exists. потому, что она уже существует. Ну, я баз данных удалил у себя. Retry. Потому, что, видимо, я уже делал и у меня что-то осталось. Так. Давайте я вот это закрою. rake.db.migrate. У вас все должно нормально отработать. Ну, вот. Миграция выполнилась без ошибок. Я запущу снова сервер. Start Rails. И так. Таблица в нашей базе данных была создана. И нам как-то нужно проверить была ли она создана или нет. Первый способ проверки это запустить как мы уже делали. SQLite.3 development.sqlite.3 Потом сделать select звездочка и так далее, и так далее. Но если вы помните в Синаторе у нас там была консоль, которая называлась tags. В Rails тоже есть консоль. И она называется как бы вы думали она называется консоль. Чтобы ее запустить нужно ввести Rails консоль. Консоль эта работает точно так же как и та с которой мы уже работали. Можете писать в ней любой Ruby код. Например давайте протестируем нашу модель которую мы только что создали. Я напишу contact all и смотрим у нас здесь нет никаких записей какой запрос был выполнен из базы данных. У нас есть так же article all можно написать. кстати эти забросы пишутся видите разным цветом чтобы было понятно когда вы там запускали видимо для удобства. Да она работает так же как tags то есть практически один в один. Вот и кстати одна такая фишка которая вам будет полезна например мы хотим узнать свойства нашей сущности то есть что там мы вообще добавили какие поля contact attribute names по-моему это да и у нас выводится какие поля существуют в нашей модели если мы введем article attribute names мы увидим какие поля существуют в нашей сущности которая называется article статья кстати вот в этом отличие такое существенное Ruby и Rails от Java C Sharp и так далее отличие в том что смотрите мы сделали какую-то модель и она у нас если мы откроем ее файл мы здесь не увидим никаких свойств то есть допустим мы хотим узнать что у нас вообще за модель и какие там атрибуты существуют то есть как мы к ним можем обратиться что мы можем написать скажем в нашей форме мы этого не узнаем более того если мы пройдем в миграции в наше здесь у нас конечно есть миграция create contacts но хорошо когда эта миграция одна ну или здесь их две здесь все понятно но иногда бывает что в какую-то модель мы добавляем одно свойство то есть вот этот create context у нас есть мы смотрим там email message а там допустим какой-нибудь еще есть флаг и у нас здесь много файлов миграции но обычно в таком приложении их там существует минимум десяток в самом простом приложении посложнее там этих файлов миграции может быть и 50 больше и как-то становится очень сложно понять какие же свойства у нас существуют модели поэтому чтобы понять что у нас есть модели мы запускаем консоль Rails и дальше уже вводим название нашей сущности и потом attribute подчеркивание names но обычно я консоль запускаю в отдельном окне дальше уже там могу смотреть и могу выбирать различные сущности так ладно давайте сделаем 10 минут перерыв и я отвечу на ваш вопрос есть вопросы по тому что мы написали пока комит можно кстати сделать так так Продолжение следует...